Привет-привет, дорогие друзья, добро пожаловать в бесконечное лето. Булки, кефиры, рок-н-роллы, нам с вами пора продолжить нашу историю, потому что прошлая серия у нас закончилась очень и очень даже интересно. Лена нам намекнула на поцелуй, и вот мне, честно говоря, не терпится узнать, будет у нас поцелуй, не будет у нас этот поцелуй. Я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк под этим видео. Ну а я предлагаю продолжить нашу историю. Я плохо разбираюсь во всех этих женских штучках, но если это не приглашение поцеловать, то я даже не знаю, что тогда приглашение. Увы, сердце одно, и на всех его не поделишь. Как ни старайся. Лена очень милая, но место в моем сердце уже было занято другой, немножко легкомысленной, иногда шумной, но веселой, доброй и заботливой. Да ладно, не поцеловали? Она ушла? Лена вздохнула, отказалась от предложения проводить, улыбнулась своей печально виноватой улыбкой и двинулась по дорожке. Я смотрела ей вслед. Почему-то на душе было скверно, как тогда с оленем. Словно прогнал приблудшегося щенка. Только приблудившегося щенка, только потому, что тебе негде его держать. Какая-то интересная у Семена ассоциация, но да ладно. Да, я вернулся в медпункт. Мику придет, надо бы привести себя в порядок. К счастью, девчонки занесли мне шорты с рубашкой, так что бежать в домик за свежей одеждой не пришлось. Я переоделся, подошел к окну, выглянул в него и в шутку поинтересовался у темноты. Сидим? Ответа не было. Я спросил еще раз погромче. От дальнего окна донеслось недовольное ворчание. Я тут дурень. Как ты меня заметил? Чего? Я перешел к другому окну и выглянул наружу. Разумеется, она была там. Алиса смотрела на меня снизу вверх. А я и не заметил. Просто догадался. С ледием, значит. Очень надо. Я думала, ты спать будешь. Хотела перед Ленкой извиниться. Ну и присмотреть. Мало ли что. Она красивая, выдвуя ночью. Ладно, следила, не смотри на меня так. И что? Ты хорошая подруга, знаешь? Сидеть в кустах и кормить комаров, чтобы у Мику парня не увели. Повезло ей с тобой. Но ты зря волнуешься. Алиса подошла поближе и теперь стояла прямо под окном. Пол был заметно выше уровня земли. Так что я смотрела на нее чуть сверху и ей приходилось задирать голову. Я не понимаю, ты сейчас серьезно или издеваешься? А как думаешь? Она вздохнула, хлопнула по руке, убив комара. Не знаю. Ленка правильно сказала. Я с парнями больше общаюсь. И всю эту любовь. Морковь плохо понимаю. Вот гитара. Это мое. Алиса отвернулась от меня. Я подумал, было, что она сейчас уйдет. Но вместо этого она легко подскочила, оперлась руками о подоконник и села на него. Проделав это, она попыталась принять небрежную позу. Она стала заваливаться и чуть не полетела обратно на улицу. О-хо-хо-хо, нюшки. Ладно. О-хо, держи меня. Я протянул руки и осторожно придержал, не давая упасть. Дружеский жест, не более. Ее рыжий хвостик пощекотал мне ухо. Алиса не пыталась освободиться, только хихикнула. Эй, ты куда руки тянешь? Куда достал, туда и тяну, а что? Отпустишь, опустишь свои шаловливые ручки чуть пониже? Дам по морде. Спасибо, что предупредила, но я не собирался. У меня Мику есть, знаешь ли. Ну, как знаешь. Она устроилась поудобнее. Хорошо посидели? Ты слышала наш разговор? О-о-о. Алиса помолчала, потом тихо ответила. Что-то слышала, что-то нет. Знаю я, о чем речь шла. Про нас, да? Да. Семен, вот скажи, почему так получается? Как? Ты спокойно подошел к ней, успокоил, поговорил. А у меня вечно фигня выходит. Я ведь не хотела ее обижать. Думала, пошутим, пообщаемся. Она ругаться стала. Потом разревелась. Почему так? Не знаю, Алис, не знаю. Если бы мы все могли делать то, что хотим и без ошибок. Я остро ощутил, что почти на 10 лет старше, чем сидящая рядом пионерка. И что ей пригодится мой совет. Но меня бесцеремонно перебили. Ой, только не надо у меня включать, а? Посоветовал бы лучше. Я ведь это... Помириться с ней хочу. Давно. Думала, что здесь сможем поговорить. Но вышло только хуже. Знаешь, вот насчет вас с Леной у меня есть одна идея. Только сейчас я ее обдумаю. Нет-нет-нет-нет. Видела я твои идеи. Запереть нас где-нибудь и держать под замком, пока не помиримся. Ой, ну не надо язвить, Лисенок. В итоге все ведь вышло хорошо. Как ты меня назвал? Само собой вырвалась. Я уже привык Ульяну Рыжиком называть. А ты мне чем-то Лису напоминаешь. Меня так называл... Кое-кто. Алиса улыбнулась, а потом посмотрела куда-то наружу. Изменившись в лице, она рванулась, освобождаясь из моих рук. Сенька, пусти. И в кровать ныряй быстро. Ладно. Я послушно разжал руки и пошел в изолятор. Под окнами зажуршали кусты, словно через них пробирался слон. Или пионерка. Ммм? В то же время раздался звук открываемой двери, и из темноты донесся знакомый голос. Сеня, ты не спишь? Не сплю. Я поспешил на голос. Кроме силуэта не было... ничего не было видно. Но я не сомневался, кто пришел. Я осторожно привлек ее к себе и припал губами к коже чуть пониже уха. Она вздохнула, а потом мягко отвела мои руки. Ааа, щекотно. Тише, тише, а то помнешь. Ну подожди. Цвет лучше зажги. Кто-то... Как-то у нас все не по правилам. Обычно в таких случаях просят свет погасить. Или это не такой случай. Неважно. Ну? Ух ты! Вы посмотрите, какая Мику няшная! Я щелкнула включателем и застыла от удивления. Мику оказалась одета в темно-синее кимоно с яркой отделкой. Ее тонкую талию перехватывал изумрудно-зеленый пояс, расшитый почему-то кошачьими мордочками. Дополнял картину большой бант на... на поясе. Вместо привычных уже длинных хвостиков, волосы Мику были уложены в прическу. Она была невероятно красивая. Словно сошла с японской картины. Потрясающе! Какая красота! Ну вообще смотрится симпатично. Я невольно протянул руку и коснулся рукава Мику. Тебе нравится? Ух ты! Я... она отошла на пару шагов и повернулась вокруг несколько раз, позволяя мне оценить рисунок из нотных линий ярко-синих цветов. Ты выглядишь просто невероятно! Есть какой-то повод, или ты просто решила свести меня с ума? Мику поправила волосы, затем подмигнула. Есть повод. Сегодня особенный день. Знаешь какой? Нет, извини, только не говори, что твой день рождения. Я узнавал... я узнавал у Ольги, когда он... Надо же, какой любопытный! Но нет, сегодня японский праздник. По традиции у нас в этот день одеваются в юкаты и устраивают фестивали. А еще кушают вкусности и пускают фейерверки. Юката. Красивое слово. А я думала, это кимоно. Кимоно это как бы одежда вообще. А это не кимоно. Точнее, не совсем. Кимоно, оно шелковое, а это хлопковое. Юката это как обычная одежда для дома. Или чтобы на праздник сходить, где дорогое кимоно можно испортить. И есть еще одно отличие. Она провела пальцами по моей щеке. Под юкату не надевают ничего. Я сглотнул. Может у меня все еще жар? Понятно. Сень, а че это ты так покраснел? Это там, в Японии. Не у нас. Она хихикнула. Я попыталась оправдаться. Ничего я не краснел, это все температура. Ой, плохо. А я хотела с тобой выйти погулять. Но если тебе нехорошо, то ложись. А я посижу с тобой, пока ты не уснешь. Нет-нет, все не настолько плохо. Пошли гулять. Я сейчас что-то искренне обрадовался тому, что меня не будут совращать. Хотя за это время я привык считать Мику милой и прямодушной. Но такая прямота пугала. Ничего не надевают. Ты уверен? Может не надо идти, если тебе нехорошо? Уверен, милая, пошли гулять. Дай мне минуту, и я приведу себя в порядок. Не спеши, я пока здесь посижу. Это мило, ребятки. Возможно, сейчас я делаю большую глупость. Может, нужно обнять ее, размотать этот красивый пояс, расшиты котиками и посмотреть, правда ли под юкату ничего не надевают. Но, по-моему, время еще не пришло. Время. Много ли его у меня? Мику, во всяком случае, не выглядело обиженной или разочарованной. Наверное, это все мое воображение. Подогретая температура и гормонами. Детское время еще не закончилось, часы показывали чуть меньше девяти. Так что можно было не прятаться под тенями от вожатых. Режим мы не нарушаем, да и в лагере на него всем кажется плевать. Кто на площади по ночам читает, кто в бане ходит мыться, кто за купающимися подглядывает, а кто по лесу бродит. Странный он этот лагерь. Я, конечно, не уверен, что... Не уверен, но разве тут не должна быть дисциплина, линейки под барабаны, все такое. Я потряс головой. О чем я вообще думаю? У меня, по-моему, сейчас свидание будет настоящее, с прогулкой под звездами. Быстро обтереться от пота. Все-таки с утра лежу на жаре. Быстро сменив спортивную форму на рубашку с шортами, я подышал в ладонь, проверил, не надо ли еще раз почистить зубы, пригладил заросли на голове, выскочил в смотровую и отслютовал. Пионер Семен к романтической прогулке готов. Куда мы идем? Увидишь. На всякий случай я оставил записку. Отошел, скоро вернусь, чтобы Виола не волновалась. Мику наблюдала за мной, затем хихикнула. Я пояснил. Не смейся, вдруг она придет, а больного нет. Конечно, побежит искать. Вот представь, только я тебя обниму, мы поцелуемся, а тут она из кустов выскочит. И как начнет? Что начнет? Ругаться? Хуже. Советы давать. Мику негромко рассмеялась. А мы спрячемся. Не хочу, чтобы нам кто-то помешал в такой момент. Ты меня все больше интригуешь. Я готов. Ребята, что-то мне страшно становится. Она меня взяла под руку, и мы покинули медпункт. Я обратила внимание на небольшой узелок у Мика в руках. Похоже на коробку, обернутую платком, по-моему. В таких завтраки носят. Я не удержался от соблазна блеснуть познаниями японского быта. Ты бента прихватила? Давай понесу. Мику с интересом посмотрела на меня и протянула узелок. Бента. Ребята, есть что у меня с ударениями могут быть проблемы. Интересно, откуда ты знаешь это слово? Откуда знаю. Был у меня период увлечения аниме, когда я с запоем смотрела сериалы за один-два дня. Потом кризис миновал, нашлись другие увлечения, но кое-какие знания про жизнь в Японии засели в памяти. Кто бы мог подумать, что и от этой жвачки для мозгов может быть польза. Можно произвести впечатление на пионерку, провалившись в прошлое. Очень нужный навык. Да так, по телевизору какие-то японские мультики показывали, там и услышал. Не помню точно. Ой, темнишь ты, Сеня. Я тебе не говорила, что ты когда врешь, носом дергаешь. Правда? Из мультфильмов. А что, сильно дергаю? Она мило наморщила носик, став похожий на кролика. Вот так. А что еще знаешь из быта, скажем? Что еще? Надо подумать. Так, понемножку всякого. Как обувь снимают на входе, стол с печкой, кататься называется, колобки рисовые почему-то запомнились, а что? Да так, я подумала, может ты знаешь, какой сегодня день? Дай угадаю. Какой-то японский праздник, с фейерверками и юкатами. Хитрый какой. Это я тебе уже сказала. Сегодня 7 июля. Танабата. Танабата. Интересное название. А что за праздник? По-моему, там на бамбук вешают таблички с желаниями. А этот ваш Новый год? Это когда мандарины едят? Нет, таблички тоже вешают, конечно, но это еще и День влюбленных. Называется Звездный фестиваль. Знаешь почему? Не знаю. Есть легенда, что на берегу реки сидела дочка небесного царя Тэнка, принцесса Арихима и... Откала одежду для отца. Но неподалеку пас свое стадо пастух Хика. Ой, как же его... Хикабоси. Они с первого взгляда полюбили друг друга и забросили свою работу. Наказание отец разделил их небесной рекой. И только раз в году стая сорок... Ээээ... Стая сорок собиралась вместе, делая мост из крыльев. Опасный мостик, наверное. Так, не смейся. Это же легенда. Так вот, один раз... Один день в году, на седьмой день седьмого месяца, влюбленные могли встретиться и побыть один день вместе. В этот день зажигают фонарики, загадывают самые-самые... Заветные желания. И писать их на бум... А, положено писать их на бумажных полосках. Как интересно. И еще кое-что. И как сбываются? Желания. Мику внезапно остановилась и прижалась ко мне. В прошлом году я кое-что загадала. Что же, если это не секрет. Я расскажу. Только чуть позже, ладно? Конечно. Ребят, меня интригует все больше и больше. Мы сошли с протоптанной тропы на небольшую полянку. По-моему, я видела ее, когда бегала в поисках Мику. Еще подумала, что место очень уютное и красивое. При мысли о том вечере я улыбнулся. Ты так улыбаешься, интересно, почему? Вспомнил нашу ночевку в старом лагере. Знаешь, я тоже. Мику осмотрелась, словно что-то искала. Бамбук здесь точно не растет. Я думаю, что ткачиха и пастух не обидятся, если мы желание на какой-нибудь куст повесим. Бамбук, бересклет... Мне все ли равно? Меня другое беспокоит. Что, не знаешь, что пожелать? Знаю, конечно, вот только я по-японски не умею писать. Они русский язык поймут? Они по-всякому понимают. Вот, держи. Мику протянула мне полоску светло-зеленой бумаги и фломастер. По-моему, мы из нее звезды резали для украшения сцены. Я задумался, что же написать. Всегда быть с Мику, вернуться домой вместе с ней, не остаться здесь, а сыграть на концерте, или чтобы Алиса и Лена помирились. Ну, ребят, я думаю, что всегда быть с Микой, наверное, было бы логично. Столько желаний. Какое же из них самое сильное? Ну, суть по всему, у нас все должно сложиться именно так, хотя можно было бы с ней вернуться. Ну, пусть будет так. Немного поколебавшись, я написал свое желание, сложил полоску вдвое, проделал в нее разноцветный шнурок, который дала Мику, и осторожно повесил на ветку. И все? Больше ничего делать не нужно? А что еще? Ну, я не знаю, заклинания, там, сжечь что-нибудь, петуха жертву принести. Мику рассмеялась. Нет, конечно, это же не магия, просто обычай такой, традиция. Просто людям нравится думать, что если их желание хорошее и искреннее, то оно непременно сбудется. Мы постояли, держась за руки в тишине, нарушаемой только ночными звуками. Легкий ветер играл с Амимику, шевелил ее записки желаниями. Мей мы ее. Я нарушил молчание. А ничего, что я не по форме одет. Ты ведь ее Катя. Очень красивая, кстати. Я ее сама пошила. Дома есть настоящая японская. Только мама в лагерь мне ее не дала. Сказала, что могут испортить. Она еще прабабушкина. Знаешь, у нас в семье есть легенда, что если надеть ее на свидание с любимым человеком, то вы обязательно будете вместе. Красивая легенда. И ткань тоже. Я провел пальцами по узору на рукаве. У тебя золотые руки. Может, Ульянка права, и ты с другой планеты. Обычная девочка не может быть такой идеальной. Все это она умеет. Не все. Мейку принялась загибать пальцы. Например, я о точных науках не разбираюсь, и стихи сочинять не умею, и еще. Я улыбнулся ей. И плавать. Она тихо рассмеялась и не ответила. Еще по традиции на Танабату устраивают гуляния и едят разные вкусности. Давай сюда коробку. Микку развязала узелкой и залекла из коробки два яблока на тонких палочках. Яблоки были покрыты тонкой, поблескивающей корочкой. Пахли так, что хотелось сразу же отгрызть кусочек. Держи. Это яблоки в карамели по нашему семейному рецепту. Сеть Наташа пустила меня на кухню и дала продукты в обмен на рецепт. Я у тебя еще и предприимчивая. О! Ни на секунду не сомневался. Ммм, какая вкуснятина. Микку просияла улыбкой. Тебе нравится? Очень вкусно. А это что? В коробке лежал еще небольшой бумажный сверток, размером с фонарик. Секрет. Какая ты у меня скрытная. Я не скрытная, я загадочная. Загадочная. Мы, наверное, пойдем фонарики пускать на воду. Несколько минут мы хрустили лакомством. Наконец, последний сладкий кусочек был проглочен. Мы собрались присесть рядом на повальном стволе старого дерева. Я провел рукой по коре, пальцы потемнели. Тут грязно, ты испачкаешь кима... Юкату. Жалко ведь. Что же делать? Я ничего не подстелить не взяла. Ничего, постирается. У меня есть идея. Я слегка потянул ее за руку, привлек к себе и усадил на колени. Мику смущенно отвернулась, а затем обхватила мне руками за шею. От того, что любимая девушка так близко, приятно кружилась голова. Горели щеки, и виной тому была совсем не простуда. Мику присела поудобнее, шепнула мне на ухо. Идея у него. Юкату ему жалко. Хитрый какой. Тебе не тяжело? Нет, ты очень легкая. Я подтянулся к ее шее и коснулся губами. Мику помолчала, а затем прижалась ко мне поплотнее и негромко спросила. Ты хотел знать, что я загадала? Очень. Встретить своего любимого и признаться ему до следующей танабаты. Я покрепче прижал Мику к себе и поинтересовался. И как? А вот так. Она посмотрела мне в лицо, улыбнулась. Год прошел и ничего. Мама с папой отправили меня в лагерь, а тут вообще парней мало. Ни Сережка, ни Шурик мне не приглянулись. В других отрядах тоже никого. Я уже расстроилась, ведь до конца смены оставалось всего ничего. А я так никого и не встретила. А потом, через неделю, как по волшебству, появился таинственный пионер. Ты сразу мне очень понравился. Еще и в кружок к нам вступил. Так что, мое желание почти сбылось. Конечно, вступление в кружок это скорее дело руколисы, чем японских богов. Интересно, что бы она предприняла, если бы не тот случай с Толиком? Почти? А чего не хватает? Почти. Мы вроде бы уже... Ну как бы нравимся друг другу. Но кое-что еще не сделали. Что же? Наверное, вот это? Подождите, о чем речь? Я попытался поцеловать ее, но она освободилась, встала, набрала воздуха в грудь и выдохнула. Я тебя люблю. Я так давно мечтал сказать это, как кому-нибудь эти слова. И услышать их. Годы шли, я все больше замыкался в себе, все меньше верил, что когда-нибудь это случится. И уже тем более, что девушка сама признается мне первой. И вот теперь в таком странном месте это произошло. Да, я не имела ни малейшего представления о том, что будет дальше, но сейчас это меня не волновало. Ведь прямо передо мной ждала моего ответа девушка, которая меня любит. И, конечно, я не сомневался, что ответить. Я поднялся на ноги и улыбнулся Мику. А я люблю тебя. И все, ребята, я ухожу. Это слишком няшно. Я уже превратилась в такую лужицу здесь, что я просто не могу дальше играть. Мы обнялись и замолчали. Самое главное было сказано. Любые слова были лишними. Я шепнул на ушко Мику. Кажется, мы успели до полуночи. Так что все будет хорошо? Ох, не знаю. В Японии уже давно прошла полночь. Я думаю, они нам сделают скидку на часовые пояса. Ты только не смейся. Давай все по правилам. С этими словами она достала из-за пояса маленькую бумажную юкату. Копию своей. Чего? Еще ритуалы? Это было забавно, но невероятно мило. И осторожно взял юкату в руки. По традиции, ткачихе надо поднести вот такую штучку. Лена раскрасила прямо как настоящую. Тебе нравится? Очень. Это для Ари... Арихиме. Вот-вот. Для Арихиме? Да. Вообще положено в реку бросать. Но идти далеко. Оставим здесь. Я смотрел на нее и не мог поверить, что это наяву. Что я гуляю в лесу с девчонкой... С девочкой. Из далекого прошлого, выполняя с ней какой-то японский обряд. И при этом невероятно, до неприличия счастлив. Конечно, наше первое свидание в старом лагере вышло слишком экстремальным. Потом все не удавалось побыть вдвоем. А сегодняшний вечер стал таким, как я всегда мечтал. Мечтал, как о чем-то недостижимом. Как о чуде, которого желаешь, но знаешь, что оно не случится. Оно взяло и случилось. Мы постояли, обнявшись еще немного. Потом Мику вздохнула. Снова, как тот первый раз, ухватила меня за концы галстука и потянула вниз. Сеня, ты меня поцеловать как вообще собираешься? Мы ведь друг другу признались в любви. Милая, я же заразный, больной. Не забыла. Нельзя. Виола говорила. Семен Персунов. А сейчас она смотрела почти сердито. Ее выдавали лишь глаза с озорными искорками. Значит, не боимся, да, заболеть? Да. Не будь таким правильным, а? С этими словами она обхватила меня за шею и прижалась губами к моим губам. Несмотря на то, что мы уже не раз целовались, сейчас все ощущалось совсем иначе. Не знаю, сколько мы простояли вот так. Наверное, долго. Наконец, Мику слегка отстранилась. Э-э-э, ее щуки раскраснились, глаза блестели. Она облизнула губы и шепнула. Там еще кое-что. Коробки. Слушай, мне прям неловко. Ты все организовала, а я так, на готовенькое пришел. Должно быть наоборот. Нашел, о чем переживать. Я же сюрприз готовила. Какой может быть сюрприз, если ты мне помогал? Я уговаривала Ольгу Дмитриевну устроить маленький японский фестиваль, но она отказалась. Говорит, что два праздника организовывать не потянем. Так что это будет такой небольшой праздник только для нас двоих. Так, да ладно. А что в коробке? О, это что-то особенное. Ребят, что там что-то может быть? Она осторожно развернула сверток, и в нем обнаружилась небольшая картонная трубочка на палке. Я взяла ее в руки. Сразу вспомнился новогодний вечер. Фейерверк! Раскладка с фейерверками, яркая вспышка в небе и лица друзей. Странно, получается, когда-то я умел веселиться. Когда же это нехитрое умение ушло, оставив вместо себя лени апатию? Ну, к черту не веселые мысли. Мику внимательно смотрела на меня, пока я держал в руках самодельную ракету. Семен, у тебя сейчас лицо такое? Все хорошо? Да, все хорошо. Ты сама ее сделала? Ну что ты, нет, конечно. Алиса с Ульяной смастерили. Они не только играть и памятники портить умеют. Алиса у нас химию хорошо знает. Держи, говорит. Когда будете вдвоем гулять, запустишь и ахнешь. Все, что она умеет. Но раз есть ракета, значит ее надо запустить. Ты отойди на всякий случай. А чем поджечь? Я не очень доверял ракетостроительной школе Совета, Советовой Двачевской, так что был готов к тому, что подделка в лучшем случае не взлетит, так в худшем рванет и перемажет нас. Спички тоже нашлись в свертке, так что добывать огонь трением не пришлось. Ну? Ну как, говорил космонавт Юрий Гагарин. Поехали! Я поднес спичку к фитилю. Ракета пошипела, затем затихла. Мы стояли и смотрели на нее. Наконец, Мику развела руками. Не взлетит. Жалко. Я думала, закончим праздник фейерверком, поцелуемся. Оцарел, наверное. А может еще что-то не так сделали. А может я растрясла. Не расстраивайся, я просто замечательно провел вечер. Ну, раз фейерверка не вышла, переходим сразу к поцелую. Ух ты, ребята, как мило. Я привлек ее к себе и поцеловал. На этот раз без подсказки. Да ладно! Момент, когда наши губы соприкоснулись, ракета, видимо, от смущения снова зашипела, потом пронзительно засвистела и улетела в темное небо, рассыпая золотистыми искорками. Взлетев немного выше деревьев, она звонко лопнула и на секунду нарисовала в небе ярко-розовое сердце, которое рассыпалось сотнями мелких огоньков. Невероятно красиво! Неужели вот это сделали две пионерки из подручных материалов? Я сама не верю, ребята, это вообще шикардос! Неизвестно где и когда, под бездонным звездным небом посреди леса, на небольшой полянке пришелец из будущего в теле подростка и советская пионерка в японской юкате смотрели, на звезды и обнимались. Расходиться не хотелось, но Мику уже сонно щурилась. Да и я чувствовала себя не очень хорошо. Температура все не хотела сходить. И сейчас меня заметно знобило. Устала? Немножко. Да, длинный день получился. Даже у меня столько всего произошло. Что ж такого может произойти в медпункте? Мику весело подтолкнула мне локтем. Ну, начнем сначала. Мы ей все расскажем? Наверное. Не болтая лишнего и не вдаваясь в ненужные подробности, я пересказал события сегодняшнего дня. Поколебался, стоит ли рассказывать про плачущую Лену, но все же упомянул. Мику вздохнула. Да, я еще думала, куда она делась. А Алиса, говоришь, следила? Да, боялась, что Лена меня соблазнит. Любит она тебя как подруга. Да, она иногда неуклюжая, но очень хорошая. Только я думаю, она зря боялась. Конечно, зря. Для меня существует только одна девушка. И я сейчас с ней. Мику приостановилась, обняла меня и прижалась лицом к моему плечу. Ты правда так думаешь? Правда. Я поймал себя на том, что и правда думаю именно так. Там, дома, у меня были знакомые девушки, при виде которых сердце учащало свой ход. Но одной я даже каким-то чудом взял телефон и почти сводил на свидание. Но того, что я испытываю сейчас, раньше не случалось. Опрос возвращения домой был надежно забыт и похоронен где-то на задворках памяти. Ммм, как это мило, ребят. Мы подошли к домику. Свет не горел. Наверное, Лена уже легла. Формально отбоя еще не было, но пионеры уже разошлись кто куда, так что вокруг никого не было видно. Обнявшись напоследок, мы пожелали друг другу спокойной ночи. И я, сонно и счастливо, отправился отдыхать. Вдруг сзади донеслось. Подожди. Я обернулся. Мику выглядывала из-за двери. Она улыбнулась и виновата поинтересовалась. Сеня, извини, я пока не забыла. Мы когда ракету пускали, ты про какого-то космонавта Гагарина говорил. А кто это? Эээ... Первый космонавт, ты разве не знала? Ты что-то путаешь. Первый космонавт ведь Титов. Кто-кто? Герман Титов. На корабле Восток. Я думал, это все знают. Забыл. Вот такой у тебя рассеянный парень. Может, передумаешь меня влюбляться, пока не поздно? Поздно, Сеня. Уже поздно. Доброй ночи. Доброй ночи. Герман Титов. И Гагарина не знают. Интересно. Нужно будет забраться в библиотеку и поискать еще расхождений. Только потом. Как поправлюсь. Слушайте, а мы же даже не интересовались этим. Задумавшись, я чуть не свернул к нашему с Ольгой домику. Мне же не туда. Хлопнув себя по лбу, я свернул к мигпункту. На аллее я встретил Шурика. Встрепанного и счастливого. Встретив со мной... Встретив мой взгляд, он понимающий кивнул. Как погуляли? Я в ответ показал большой палец. Виола там не волнуется. Куда я пропал? Нет, она о тебе вообще не вспоминала. Он смутился. Ах, да. Предполагается, что я не в курсе их отношений. Шурик, а можно глупый вопрос? Давай. Кажется, он был только рад сменить темы. Кто первый в космос полетел? Ерман Титов. Ты что, Семен? Такие вещи знать надо. А то придут иностранцы, и вдруг про освоение космоса заговорим. А ты забыл первого космонавта. Да так. Это от усталости, наверное. Точно, Титов. Бывает. Помню, я после поездки на картошку экзамены сдавал. Так амперметр и вольтметр перепутал. Вот стыдоба была. Ты иди отдыхай. Там никого уже. Слушайте, а Ульяна? А Ульянка? В медпункте было пусто, пахло духами и чем-то сесным. Кажется, у кого-то был романтический вечер. То ли от усталости, то ли от вечернего холода меня совсем скрутило. Заломило суставы, и голова шла кругом от сегодняшних событий. Пора ложиться спать. Пора отдыхать. Пират сидел на тумбочке и умывался. Я подхватила его на руки. Что наглая кошачья морда? Котлету съел. Съел. Отрабатывай теперь. Будешь грелкой. С этими словами я залез под одеяло и устроил кота на груди. Он попробовал выбраться, потом затих и, кажется, задремал. В ожидании сна я снова и снова прокручивал в голове события сегодняшнего вечера. Брала легкая досада, что я не сразу поцеловал ее. Вдруг расстроится. Кое-что можно было бы сделать иначе. Лучше, чем было. Я потряс головой и прервал самокопание. К черту, все прошло отлично. Все хорошо. Лучше не бывает. Я тебя люблю. Вот ведь. Все-таки я это сказал. Пират приоткрыл один глаз и лизнул меня в подбородок. Эй, я не тебе. Это было мило. Он не обиделся, только устроился поудобнее и убаюкивающе заурчал, пока я не уснул окончательно. Кстати, а который у нас уже день сегодня? Четырнадцатый или тринадцатый? Слушайте, ну романтично получается. Правда, чего-то не хватает. Ну да ладно, не будем расстраиваться. А, пятнадцатый уже. Я улыбнулся, не открывая глаз. На душе было легко и хорошо. Всю ночь мне снилась наша прогулка. Темные, теплые губы Мику, прижимающиеся к моим губам, и огромные летние звезды, отражающиеся в ее глазах. Ну прям романтика, да и только. Я постарался расслабиться и снова задремать, чтобы пролить этот счастливый сон. Прикиньте, сейчас дома у себя проснемся. Не судьба. Хлопнула входная дверь, и кто-то вошел в изолятор и остановился в моей кровати. Я ощутил тонкий аромат хорошего парфюма и сразу понял, кто это. Доброе утро, Виола. Ой. Я осторожно приоткрыла один глаз, затем второй. Яркий солнечный свет заставил меня снова зажмуриться. Да, я не ошибся. Виола стояла у кровати и изучала меня своими разноцветными глазами. На тумбочке уже ждала в своей очереди шприц, вата и спирт. Медсестра похлопала меня по руке. Доброе утро, пионер. Как себя чувствуем? События вчерашнего дня пронеслись у меня перед глазами. Лучше не бывает. Вот и замечательно. Значит, скоро мы с тобой попрощаемся. Ольга. Дмитриевна уже извела мне вопросами про твое состояние. Лично я нахожу этот интерес крайне подозрительным. Ладно. Допустим. Виола улыбнулась и взяла шприц. Давай-ка сделаем уколы, и я пойду завтракать. Я с надеждой поинтересовался. А может, не надо? Медсестра покачала головой. Надо, пионер, надо. Температуру ты, конечно, перед сном не измерил. Забыл. Давайте сейчас. Не нужно. Я и так вижу, что повышенное. Давай, ложись на живот. Виола подмигнула мне. Если хочешь, я могу пригласить Лену, чтобы она сделала. Позвать? Нет, не нужно. Делайте вы. Уколы, таблетки, что там еще. Так, надоело болеть. Надо же, какие мы ворчливые по утрам. Все мужики такие. Саша тоже. Она негромко рассмеялась. Взяла за пуговку... Взялась за пуговку халата. Отвлекающая психотерапия не нужна? Нет, спасибо. Слишком... Сильное средство. Я аж заснуть не смогу. Да и перед Мику будет стыдно. Хорошо, ребята. Хорошо, допустим. Я перевернулся на живот. Хороший пионер. Сознательно такой. Так, это мне уже не нравится. Спасибо, Виола. О, Семен. После того, что было между нами, можно и без отчества. Просто, Виола. Я же тебя просила. А что там между нами было? Как это что? Ты меня раздетую видел? Видел. Два раза причем. Ночью через весь лагерь провожал? Провожал. Моя репутация погублена. И теперь, как порядочный человек, ты должен на мне жениться. После всего, что я в этом лагере повидал, я, как честный человек, должен жениться на всех пионерках и половине персонала в придачу. Лучше не надо. Шурик мне не простит. Я бы на его месте точно не простил. Виола приподняла бровь. Спасибо, ты очень милый. Если бы еще по лесу с температурой не бродил, цены бы тебе не было. Кстати, как погуляли вчера? Вы знаете. Виол насмешливо посмотрел на меня. А ты как думал? Что, можно взять и просто сбежать из изолятора? Да тебя через полчаса уже искали бы. Всем лагерем. А потом отвели бы в спортзал и устроили темные засорванные танцы. Вообще-то, я так и думал. Вчера Мику подошла ко мне и попросила отпустить тебя на часок. У вас с ней все так серьезно? По-моему, я ее люблю. Я сам не ожидал, что скажу это вслух. Тем более Виоле. Конечно, у нас была пара общих тайн, но все-таки... Она улыбнулась и передразнила меня. По-моему... Надеюсь, ей ты так не сказал? Нет, конечно. Просто мне это вроде как впервые. Не знаю. Все с тобой ясно. Первая любовь, значит. Вторая. Первая я так и не признался. А почему так вышло? Угу. Виола вздохнула, засобиралась уходить, но потом присела обратно и положила руку мне на лоб. Когда-то мама делала точно так же. Почему-то мне стало очень спокойно и уютно. Медсестра помолчала, а потом тихо заковарила. На этот раз без привычных насмешливых интонаций. Знаешь, пионер, может и не стоило бы тебе говорить, но Мейку приходила не только для того, чтобы отпросить тебя. Очень волновалась и спрашивала совета, как себя вести, что делать. Ты много значишь для нее, понимаешь? Еще бы. Понимаю. О, значит, ты советовал ей вести себя понапористее, да? Медсестра улыбнулась. Да, у нее получилось? Еще как. Так, спасибо за все. А вот кто нас практически свел. Ну, собственно, вы поняли, о чем я. Она мельком взглянула на дверь и потом быстро коснулась губами моего лба, поднялась и убрала шприц и пустую ампулу в лоток. Пионеры, пионеры, какие вы все еще глуп... Молодые, со всеми вашими проблемами. Я чувствую себя такой старой и умной. Последние слова она произнесла дребезжащим старушечьим голосом. Нет, нет, только умной. До старости вам еще как до луны. Вы очень любезный пионер. Спасибо за комплимент. Все, отдыхай, я ушла. Это было очень мило, ребятки. Я проводил медсестру взглядом и снова закрыл глаза. Мне было, что вспомнить и о чем помечтать. Вчерашние события приятно кружили голову. Подумалось, что нужно хоть немного привести себя в порядок. Вдруг кто придет проведать. Быстро умывшись, я почустил зубы и лег досыпать. Слушайте, ну как-то у нас все хорошо складывается. Мне интересно, какой финал. Сидеть заперты, сколько смертное. Но зато можно наплевать на побудку и спать, сколько влезет. Я снова лежала в том блаженном состоянии между сном и бодрствованием. Когда уже выспался, но все еще не хочется открывать глаза, а под закрытыми веками мелькают отрывки сновидений. Такс, кто-то помог, нам пришел. На этот раз меня разбудило постукивание посуды и запах чего-то вкусного. А когда я открыл глаза, то увидел совсем рядом белую уформленную рубашку. Мику сидела на краю кровати, спиной ко мне и ждала, когда я проснусь. Все еще в полусне я потянулся к ней, обнял сзади, прижался лицом к ее спине и негромко прошептал. Доброе утро! Я так соскучился, милая. Мику, не оборачиваясь, спокойно ответила. Прости, Семен, ты не в моем вкусе. Доброе утро. Что с ее голосом? Тут я осознал три вещи сразу. Во-первых, говорила не Мику. Во-вторых, вместо упругого животика Мику под моими руками обнаружился твердый пресс с навеком на кубике. В-третьих, я обнимала нашего главного кибернетика, сидящего рядом. Соображая я получше, мы бы посмеялись, но с просонок я заорал и отодвинулся к стенке. Шурик встал с табурета, поправил очки, а затем невозмутимо заметил. Не понимаю, ты что-то кричишь. Это я должен пугаться. Извини, я решил, что это Мику. Вынужден разочаровать. Ее Ольга Дмитриевна увела в ленкомнату прямо из столовой. Как вы с ней помирились? Все хорошо? Да вот, по весне поженимся. Он довольно усмехнулся и кивнул. Мы с Микой мило пообщались, но она славная девушка. Не то, что некоторые ее подружки. А мало общались. Ты есть-то будешь? Буду. Слушай, а почему ты мне еду принес? Попросили. И наверняка Ульяна. Шурик с интересом посмотрел на меня. Как ты узнал? Интуиция. Угадал. Она попросила меня донести под нос. У нее там что-то, что нельзя пачкать. Интересно, что? Надеюсь, не бомба? Из открытых дверей донеслось. И ничего не бомба. Разумеется, это была Ульяна. Она притащила с собой толстенную книгу. Нет, не книгу, а фотоальбом. Я же обещала тебе показать фотки. А потом забыла. Сегодня полезла в чемодан и вспомнила. Саш, хочешь с нами посмотреть? Ух ты. Шурик начал булотникиваться, но у Ульяны был потрясающий талант добиваться своего. Я думаю, что, друзья мои, мы фотографии посмотрим уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. Хорошего вам настроения. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь, шмякайте на колокольчик. Увидимся в новой серии очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok